12 декабря в день Конституции Российской Федерации губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхней Волжья, а также паспорта юным гражданам страны. Среди участников торжественной церемонии представители самых разных профессий, а также многодетные родители. Вручение государственных и региональных наград именно в день Конституции давно стало доброй традицией, которая отражает значение этого документа для каждого гражданина Российской Федерации. В Конституции закреплены высшие ценности и принципы, от которых мы никогда не откажемся. Важно, что сегодня мы видим, насколько своевременно и дальновидно были вынесены основополагающие поправки по итогам всенародного голосования в основной закон нашей страны в 2020 году. Среди награжденных были представители самых разных профессий. Многие трудятся на своем поприще не одно десятилетие, как, например, председатель сельскохозяйственного кооператива Никольская Владимир Егоров из Домельского округа. Он уже более полувека работает на земле. Из-за рук губернатора Агрария получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Мы выращиваем в основном многолетние культуры, травы и однолетние культуры. Однолетние культуры для того, чтобы подсевать многолетние травы для кормопроизводства. Полвека в своей профессии и заведующий кардиохирургическим отделением областной клинической больницы Юрий Казаков. Ему губернатор вручил свидетельство о присвоении почетного звания заслуженный врач Российской Федерации. Медик отмечает, что Тверская область в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы – одна из лидеров в стране. Кафедру в 2002 году организовали. В 2002 году она была впервые в нашей стране организована. И только лишь после этого в других городах, в Москве и в Питере, стали организовываться подобные кафедры сердечно-сосудистой хирургии. Знаки во благо земли Тверской вручены епископу Беженскому и Удомельскому Филарету, а также члену Совета регионального отделения «Союз десантников» Алексею Арсеньеву. Сам майор ВДВ «Запаса» он отмечает, что эта общественная организация ведет работу по разным направлениям, взаимодействуя в том числе и с действующими подразделениями крылатой пехоты. За то, чтобы у наших ребят на фронте было все самое необходимое, ну и, конечно, чтобы наши дети четко представляли, во-первых, в какой стране они живут, ну и, второе, чтили память своих отцов, дедов, прадедов, которые отстояли родину и чтили героев, которые сегодня на поле боя. Традиционно губернатор вручает почетные знаки Тверской области «Слава матери» и «Слава отца». Ольга Семенова из Старецкого муниципального округа является мамой пятерых детей. Отмечая нелегкость родительского труда, она говорит, что в процессе воспитания ей всегда помогала вся семья. Я думаю, что для многодетной мамы самое главное – это счастье ее детей, здоровье ее детей. И мне кажется, что многодетной маме, как никакой другой, требуется поддержка близких людей. Хорошо, что у меня есть такие люди. Это мой муж Евгений, это моя старшая дочь Настя. Шестерым юным жителям Верхнего Улжи были вручены паспорта гражданина Российской Федерации. Среди них и ученик Тверской гимназии номер 10 Олег Соловьев. Я считаю, что для каждого человека важно получение своего первого официального документа и вдвойне почетнее получить его из рук губернатора Тверской области. Подводя итоги торжественной церемонии, губернатор отметил, что каждый из награжденных своей жизнью и высокими достижениями доказывает – стать по-настоящему счастливым, достойным человеком можно только, трудясь и служа Отечеству, своему народу.